Несколько дней назад было проведено, как это называется, съезд партии Единая Россия в Чечне. Во время этого съезда они избрали руководителем, по-моему, регионального отделения, вот так у них это называется. В общем, в какой-то терминологии я могу ошибиться, но этот Даудов стал у них главным единороссом в Чечне. И во время этого мероприятия Кадыров озвучил, что скоро нас, мол, членов партии в республике будет 100 тысяч и больше. И он даже озвучил дату, когда это произойдет. Давайте посмотрим этот момент. Субтитры создавал DimaTorzok Я прошу, говорит Кадыров, чтобы работники государственных организаций, ведомств там различных, а также наши товарищи, которые на этом пути, имеется в виду путь Ахмата Кадырова, команда, значит, КРА, чтобы вы в своих домах, а еще тех, кто вообще ничем, мол, не занят, люди, которые сидят дома, чтобы, значит, все вступали в партию Единая Россия, проводили работу по агитации, вербовке, так скажем, чтобы люди все, значит, вступали. И к 23, я уверен, говорит, что к 23 ноября нас будет уже 100 тысяч. Обратите внимание, он говорит, что за 20 лет, по-моему, нас 25 тысяч, он говорит. И я убежден, что до 23 ноября нас будет 100 тысяч. А далее нас уже, потом нас будут еще там сотни тысяч, он говорит. И вот после этого заявления вчера в республике начинается массовое принуждение работников бюджетных организаций и не только различных студентов, вузов, каких-то средних специальных образовательных учреждений. В общем, вообще, вот всех, кого они могут принудить к тому, чтобы они вступили в эту партию шантажом, если они, значит, не вступят, мол, их уволят, всех этих людей они начали принуждать к тому, чтобы люди писали заявление, вступали в эту партию. И все началось, я об этом узнал, мне, значит, прислал человек, сообщил об этом, я опубликовал сразу же и попросил, если, а это мне прислал из Урусмартановского района, из ЦРБ по Урусмартановскому району, видимо, врач. Он мне написал, что их принуждают. И я тогда опубликовал и написал, в других районах происходит ли что-то подобное, напишите так, пожалуйста. И меня начали бомбить сообщениями со всей республики. Это повальное принуждение людей вступать вот в эту партию. Я эти все сообщения также опубликовал у себя в Телеграм-канале. Мне, кстати, до сих пор продолжают люди писать о том, что это происходит. И даже, представляете, все студенты, вот, бывают разные колледжи, техникумы, куда люди могут, ну, студенты могут поступать после девятого класса. И они, разумеется, еще не совершеннолетние, им еще нет 18 лет. И даже в таких образовательных учреждениях, всех тех студентов, которым уже исполнилось 18 лет, их обязали заполнить эти анкеты и вступить в эту партию. Но Кадыров, когда увидел, что я публикую эту информацию, и что ее уже подхватили различные СМИ, эта информация стала разноситься, значит, по миру, Кадыров делает у себя в Инстаграме, публикует видео, где он сидит с министром здравоохранения и его заместителем. И он к ним, мол, обращается, вы что-нибудь слышали, типа, о том, что людей принуждают вступать. И те говорят, нет, ничего не слышали, но нас сейчас эта тема заинтересовала, и мы хотим вот вступить. Актерская игра минус. Сама по себе идея тоже минус. Вообще никого не впечатлило Кадыров. Это смешно. Никому это не интересно. И самое, знаете, что в этом поражает, это то, что вот все, что вы делаете, и где бы вы это ни делали, будь то ЧГТРК, будь то ваше другое телевидение, будь то ваши социальные сети, будь то политическая жизнь или религиозная жизнь, вот что бы это ни было, все у вас наиграно. Все фальшь. Все. Вот вы понимаете, с чего бы вы ни касались, это все переполнило ложью. От всего воняет. Вы заставляете людей вступать в эту партию. Все люди это знают, что вы заставляете. Но вы сидите и снимаете видео, что якобы нет, ничего не происходит. Вы просто берете, вот так вот, закрываете свои глаза, вот так вот закрываетесь от этой информации, от этих людей. И ты вот сидишь, ты видишь перед собой только вот этого министра, ты вот так на него смотришь, и ты никого больше не видишь. И ты говоришь, тебя кто-нибудь заставляет? Он говорит, нет. И все. И ты счастлив. Ты счастлив, понимаешь? Этих людей ты не видишь. Но ты же знаешь, что они есть, что эти люди все знают, всю твою ложь, что ты его заставляешь. Каждый из этих людей знает это, но ты делаешь вид, что ты этого не замечаешь, как будто бы их нет. И эта наигранность от нее уже тошнит. Людей тошнит. И я, к сожалению, я только после того своего эфира, где я озвучивал информацию о вашем праздновании, якобы дня рождения пророка, мир ему и благословения Аллаха в шалях, я только после вот того эфира узнал, что даже, представляете, в этом деле, вот я для них, кажется, что это для них же святое дело должно быть. Ну, если они в это свято верят, что действительно пророк, мир ему и благословения Аллаха в этот день родился, допустим. Допустим, они также свято верят, что этот день является праздником, что его нужно праздновать. Ну, тогда это же для вас должно быть святое дело. Вы должны к этому относиться как-то вот, как-то по-особенному, трепетно. Но вы представляете, они, оказывается, заперли людей в мечети и не выпускали их там до скольки-то, пока там что-то не произошло. Не приехал там Кадыров, что ли, или не выступил. До этого момента они людей не выпускали. Ну, как можно так? Ну, как можно то, что для вас вроде бы свято, как можно даже над этим так издеваться? И вот, что бы вы ни взяли, любая, любая вещь, будь то свадьба, вот то мероприятие, которое вы назвали свадьбой века, когда у вас там этот бывший начальник Нажевертовского района и женился там на молодой девочке, даже это мероприятие, это было настолько все наиграно, все понимали, что вы просто делаете шоу, шоу для СМИ, чтобы это вот показывать. Нет ничего, что вы делаете по-настоящему, нет никакой искренности, ни в каких ваших делах. Поэтому у вас нет успеха, поэтому вам никто не верит, поэтому все вас ненавидят. И это уже не просто ненависть к вам, это какое-то отвращение от вас. Людей воротит, воротит, тошнит, понимаете? Вас не слышать, не видеть уже никто не может. Вы настолько напоминаете Советский Союз, в Советском Союзе тоже все было наиграно. Вот это вот счастье народа, социализм, пролетарии всех стран объединяется, вот эта девочка, которая тогда что-то агитировала, рассказывала, как она счастлива, что живет в Советском Союзе. И все знали, что это все ложь, что все наиграно. Все знали, что каждый говорил, что мы здесь живем очень счастливо, нас никто, значит, не гнобит, но при этом каждый знал, что над ним сидит КГБ, что если он что-то сделает не так, пойдет, люди пойдут там цинканут, и его объявят врагом народу, куда-то посадят, может быть, психушку, может быть, на каторгу. Все это знали, но при этом все делали вид, что нет, все хорошо, все счастливы. И вот то же самое происходит сегодня в республике, только, насколько мне кажется, в гораздо больших объемах. Просто, может быть, может быть, я ошибаюсь, так как я не застал, по сути, Советский Союз. Можно, но я его застал, так чуть-чуть касательно, но я не был в сознательном возрасте, и я не могу это полноценно оценить, насколько это там было. Ну и плюс к тому, Советский Союз тоже в разные периоды был в разной степени таким репрессивным, поэтому, может быть, я ошибаюсь, может быть, в Советском Союзе в каких-то периодах было пожестче, может быть. Но по моим ощущениям, то, что сегодня происходит в Чечне, это гораздо жёстче. И это уже конкретно людей достало. И я боюсь, что скоро эта ситуация реально уже выйдет из-под контроля. Люди просто не выдержат. Как ты думаешь, как бы выглядела целостность России сейчас, если бы она отпустила Ишкерию без конфликта успеха в твоей работе? Я думаю, что она выглядела бы нормально. Во всяком случае, без проблем. На исламской конференции в Грозном не присутствовали ангелы. Вопрос Тумсо. Почему? Я не знаю. Кадыровцы настолько тупые, что задержали парня в Грозном с изображением Че Гевара на футболке. Парню задали вопрос. Это что за ваххабист у тебя на футболке? И забрали в отдел. Продолжение следует...